Привет всем, кто за кордоном. Сегодня я вам расскажу, как дешево перевезти деньги из России в Европу или страны СНГ. Также, если вы там проживаете, то сможете выпустить платежную карту системы MasterCard, по которой вы сможете оплачивать все что угодно и привязывать ее к мобильным кошелькам типа Apple Pay, Samsung Pay и так далее. Все, что я расскажу, актуально в ноябре 2022 года. Все абсолютно бесплатно, просто помогая соотечественникам адаптироваться на фоне сложившихся обстоятельств. Ускорее проделаны мною в месяц путь до нескольких часов, поэтому слушаем и записываем. Также, если по итогу описаны мною инструкции или в дальнейшем при перечислении денег возникнут сложности, прошу не стесняться обращаться по почте, указанной в описании, или задавать вопросы под видео. Отвечу, помогу, организую. Небольшое отступление. Сразу уточнюсь, если вы проживаете в странах СНГ, то рассказывать о том, как открыть банковский счет и оформить себе карту там, я не буду. Эта тема популярна и широко доступна, по крайней мере, на данный момент. Я же буду говорить об открытии счета и выпуске платежной карты непосредственно в Европе. Возможно, тем, кто имеет карты из СНГ, информация от меня также будет полезной. Кто знает, как долго будут работать карты из Беларуси, Казахстана, Азербайджана и подобных стран. Итак, поехали. Расскажу сперва про всю цепочку. Переводить деньги мы будем с использованием криптовалюты, электронных кошельков. Понимаю, что для многих это звучит дико и подозрительно, но на каждом шаге все будет пояснено и с точки зрения функционала, и зачем это делается, и почему это безопасно. Если исключить криптовалюту, то перевод с рублевого счета, то есть карты в Российской Федерации и до получения денег в Европе, вам придется потратить от 10 до 20% от первоначальной суммы. Все зависит от вашего банка-отправителя, его курса конвертации валют, его корреспондентских отношений и банка-получателя на другом конце. Также вы столкнетесь с тем, что ваш зарубежный счет должен быть задекларирован. Вы должны иметь повод на совершение платежа в оставшийся горстке банка, на который еще не наложили санкции и которые еще как-то могут что-то переслать за кордон. Комиссия за банковский перевод обычно от 25 до 50 долларов или евро. Также конвертация минимум на 5-6 рублей отличается от курса ЦБ или фактического биржевого. В дополнение по независимым обстоятельствам от Российского банка-отправителя, ваш платеж могут не принять той стороной. По нескольким причинам. Вы гражданин РФ или Украины, у вас русское имя или фамилия, им сомнительные источники происхождения ваших денег, им сомнительные причины перевода самих денег и тому подобное. А самое плохое, если платеж просто возьмут и заморозят на половине пути. Сами понимаете, какой это стресс и искать пути разблокировки надо будет вам, а не банку-отправителю, который за это не несет ответственности. Второй способ популярности сейчас у так называемых беженцев – это обмен наличных на месте. В Европе. Поищите в Телеграме каналы с названием вашей страны и словом «Обмен валюте по-русски». Таких форумов вам предложат за те же 15-20%, получив на карту или на руки валюту в Российской Федерации от вас или вашего представителя, перечислить вам на ваш зарубежный счет или выдать при физической встрече наличные деньги в евро. Тоже, как вы видите, дорогое проект довольно-таки рискованное с точки зрения безопасности метод. Встречаться где-то, с кем-то, переводить деньги в чужую стране, чужому человеку, ну, в общем, вы сами понимаете. Третий способ, о котором я сейчас расскажу. В первом действии заходим в биржу криптовалюты Binance.com, создаем личный аккаунт и проходим верификацию личности. И вот у нас криптокошелек. Вторым действием заходим на электронный кошелек adfcash.com, создаем личный аккаунт и проходим верификацию личности. И вот у нас цифровой кошелек, который также может хранить несколько видов валют. В данном случае данный шаг нам нужен исключительно для снижения комиссии, потому как в Binance.com также можно вывести деньги на карту, но немного дороже. Но мы хотим экономить по максимуму. Третьим действием заходим на сайт компании viabuy.com, выпускающую предоплаченные, в простонародье дебетовые карты MasterCard, и нажимаем «Оформить». По возможности оформлять карту через указанную на ссылку, мне за это перепадет копеечка в виде бонуса «Позови друга». Пусть это будет вашей благодарностью за данную информацию, вам пустя ко мне приятно. В данном случае то, что она предоплаченная или дебетовая карта, не ограничивает вас на ее использование, просто вы пользуетесь исключительно тем объемом, что вы положили, но не более, то есть нельзя уходить в кредит. Пополнять карту можно неограниченно на число раз. Карта выпускается на много лет, единственный минус, так это ее стоимость 70 евро за выпуск и доставку, и 20 евро на годовое обслуживание. Но в целом на текущей реальности это 5000 рублей, противовес 15-20 тысячам рублей, тех денег, что просят за аналогичные услуги в интернете. Более того, карта выпускается полностью онлайн, без какого-либо посещения офисов или встреч с кем-то из представителей банка, что лишний раз дает поле для маневра. Если надо будет, поймете какого маневра. Нажимаем оформить карту, здесь вам понадобится уже физический адрес за рубежом, это то место, куда придет ваша карточка в течение обычных от 4 до 6 дней. И не российский, повторяю, не российский, он точно не подходит, а желательно европейский номер телефона, хотя возможно стран и СНГ подойдут, я не пробовал. Если с адресом у вас проблема, то возможно как-то договориться, например, с находящимся рядом отелем, или не договариваться, а просто вписать их адрес и назвать себя постояльцем, а потом зайти в день доставки и получить его на ресепшн. Также есть и другие способы, но они уже креативнее. Есть полно людей, услуг и так далее в сети, уверен, с адресом разберетесь, если что, задавайте вопрос, помогу разобраться. По поводу телефона, если вы им еще не обзавелись, напомню, телефон должен быть не Российской Федерации, возможно и не украинский, то если не получается по кем-либо причинам, есть масса сайтов, предлагающих оформить номера и сим-карты европейских стран. Обычно это платная услуга по вполне приемлемой цене от 20 до 50 долларов или евро. Также для верификации личности в ходе оформления карты вам потребуется зарубежный паспорт с микрочипом и телефон с системой бесконтактной оплаты. Через него будет сканироваться чип в паспорте. После того, как вы оформите карту, у вас появится иностранный счет, IBAN и, собственно, сама карта. После получения карты ее нужно будет активировать. Все делается также онлайн, в интернету. В карте скачивается минималистичное мобильное приложение для контроля остатков и совершенных транзакций. Теперь у вас есть карта Российской Федерации, например, Тинькофф, счет в Binance, кошелек Adfcash и карта Viabay MasterCard. Пора переводить деньги. Первым действием. Пополняем карту в России, с которой вы будете делать перевод на желаемую сумму. От меня рекомендация, чтобы эта сумма превышала 200 евро, иначе покупка валюты вам будет совсем не по выгодному курсу. Ну и про максимум не забываем. Я бы не доверял данной схеме за раз более 5000 евро в целях минимизации риска. Вторым действием. Заходим на биржу Binance и заходим в торги P2P, что обозначает peer-to-peer, по сути, торговля между двумя частными лицами. Здесь вам надо будет выбрать покупку USDT. Это так называемая стейблкоин или стабильная денежная единица. Криптовалюта, привязанная к курсу доллара США. Выбирайте наиболее выгодный для себя курс. Также обращайте внимание на рейтинг продавцов. Они должны иметь большое число положительно совершенных операций. Иметь достаточные для вас объемы обмена и иметь те способы оплаты, что вы хотите. В нашем случае мы будем переводить деньги с карты, например, Тинькофф. Нажимаем кнопку на проведение операций по обмену. Вы попадаете в отдельное окно, где ищутся продавцов. Там вы просите его прислать номер телефона, чтобы использовать минимальные комиссии для перевода через систему быстрых платежей, СБП. Фотографируйте монитор на всякий случай. В своем банклете вводите номер. Если карта выдает другое ФИО, отличное от ФИО продавца, а такое бывает часто, они используют множество карт для минимизации комиссий, в чате спрашивайте продавца, кто получатель. Если он правильно отвечает, переводите средства и нажимайте «Переведено». Готовьтесь на всякий случай в оперативном режиме по WhatsApp или Telegram переслать чек на перевод денег продавцу, если попросит. Далее продавец переводит на ваш счет обозначенное число USDT монет, и вы завершаете сделку. Безопасность состоит в том, что все операции контролируются биржей, и в случае того, что вы не получили деньги, сама биржа блокирует счет такого продавца и разбирается с ним, что тем, кто имеет большое число операций, а значит зарабатывает на этих обменах валют, совершенно невыгодно. Более того, биржа Binance выступает гарантом возврата неполученной вами суммы. Третьим пунктом. Итак, у нас появляются монеты USDT, которые мы должны дальше превратить в евро. В мире электронных денег единицы долларов, евро и других валют, которые числятся у нас на картах, называются фиатными или фидуциарными деньгами. Для преобразования USDT в финальные евро нам нужно зайти в раздел Binance Convert и выбрать обмен с USDT на евро. В итоге мы получаем евро. Четвертым шагом заходим в раздел кошелек и напротив фиатных евро нажимаем вывод средств. В появившемся окне указываем желаемый объем для вывода и в качестве получателя указываем реквизиты цифрового кошелька AdfCash. Операция перевода производится моментально. Пятым шагом, после появления денег на цифровом кошельке AdfCash, заходим в раздел перевода средств. Здесь выбираем на карту Visa или MasterCard, вбиваем реквизиты вашей карты Diabuy, не забывая отметить дополнительный номер карты, указанный в ее нижнем левом углу. Это обязательно для данных карт. Если у вас другая карта, то не нужно. Данные вбиваем в разделе дополнительной информации и переводим средства. В течение нескольких минут вы увидите деньги в приложении или на сайте Viabuy в разделе на подтверждение. Далее из него они выйдут в течение одного-трех дней, в зависимости от времени дня недели. После этого ими можно пользоваться. В итоге, обычно после всех вышеуказанных итераций, потери составляют от 5 до 7% от первоначальных рублей, если считать по курсу ЦБ на день перевода. А если считать иначе, то есть сравнить курсы обмена рублей на евро в российском обменнике или в вашем банковском приложении, то отклонение составит не более 1 рубля с 1 евро, а это около 1,7%. В сравнении с вышеуказанными первыми двумя методами перевода средств, которые стоят от 15 до 20%, описанные мной методом, это чистая победа. На этом у меня все. Пользуйтесь и обязательно делитесь этой информацией со своими товарищами, коллегами, близкими. А если что, задавайте вопросы под видео или по указанной почте. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok